Добрый день, начинаем пресс-конференцию представителей Харьковской правозащитной группы, посвященную работе юристов. В Украине оправдательные приговоры скорее исключения, чем правила, по словам правозащитников. Они составляют лишь 3% от общего числа. И сегодня речь пойдет о том, что за короткое время юристы правозащитной группы добились вынесения 4-х оправдательных приговоров. Подробности у наших спикеров это Геннадий Токарев, директор Центра стратегических дел Харьковской правозащитной группы, Олег Максименко и Александр Бышков, адвокаты Харьковской правозащитной группы. Добрый день, Геннадий, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Ну, как сказали, наш центр занимается оказанием правовой помощи, ну и, собственно, оказанием правовой помощи в судах. Это происходит как в наших, как мы говорим, национальных судах, так и в европейском суде по правам человека. Очень, хочу сказать, очень большой диапазон типов, категории дел. И, ну, как вы все понимаете, к тем делам, которые обычно есть всегда, в том числе и в области прав человека, добавилась очень большая категория дел, связанных с событиями на Востоке, с проведением антитеррористической операции и вообще со всем, что связано с этими событиями. И вот в последнее время вот таких, количество таких дел, оно является доминирующим, особенно в части обращений в Европейский суд. В этом году было адвокаты, которые сотрудничают с нашим центром, а это большое количество адвокатов по всей Украине, подали около ста жалоб в Европейский суд. И где-то, ну, порядка 85-90 жалоб были связаны с событиями как раз на Востоке. Это и так называемые дела пленных или дела других лиц, которые были незаконно похищены, задержаны, удерживаются и удерживаются до сих пор на территориях неподконтрольных в Украине. Это и дела, связанные с жестоким обращением и пытками, в том числе и с этой первой категорией дел, тем, что в одной из колоний, из правительных колоний распространяли газеты, которая называлась «Новороссия». Сами понимаете, какое в этих газетах было содержание, и наши сотрудники и адвокаты, которые посещали такие колонии во время так называемых мониторинговых визитов, они обнаружили такую газету, ну, вернее, даже сами заключенные показали им эту газету, обратились соответствующие органы, и вот уже прошло больше года с момента обращения, до сих пор еще идет расследование, и очень серьезные проблемы, я имею в виду с доказыванием виновности кого-то и с привлечением к ответственности конкретных лиц, ну, что кажется очень странным, потому что газеты были, ну, мягко говоря, с призывами к изменению территориальной целостности Украины. Там, кроме слов ДНР и ЛНР, там больше ничего не было. Вот, поэтому есть дела необычные, было еще такое, ну, есть это дело, связанное, все мы помним задержание, которое показывали по телевизору Бочковского и Стоецкого, да, когда в прямом эфире на заседании Кабмина, и мы подали жалобу на незаконное задержание, поскольку оно было сделано, как все видели, без решения суда, ну, людей, которые в это время не совершали очевидных преступлений, и что является прямым нарушением Конституции и Главного процессуального кодекса. Вот, ну, и с этим делом тоже, я бы сказал, нет никакого продвижения, хотя все доказательства были зафиксированы прямо на экране, в прямом эфире. Значительная категория дел еще связана с защитой лиц, которые являются наркозависимыми, чаще всего они одновременно и ВИЧ-инфицированные, и среди них особое место занимает группа людей, которые являются пациентами заместительной терапии и принимают наркотические средства по рецепту, по назначению врача, и они тоже подвергаются преследованиям. И именно эти категории людей, они являются не только наиболее уязвимыми, но и они же и подвергаются еще и наибольшим нарушениям, поскольку в общем случае без адвоката, а сами они не могут взять себе адвоката, вы понимаете, что у них, как правило, нет на это средств, то нарушения прав человека, они достигают максимального уровня именно в таких делах. И именно поэтому в такой категории людей уделяется специальное внимание. И именно в такого рода деле 27 февраля был оправдательный приговор. Это, я скажу, это замечательное достижение адвоката Бышкова Александра Николаевича, поскольку я хочу поправить несколько информацию о том, что не 3% оправдательных приговоров, а 0,1%, может 0,2%, ну в каких-то случаях 0,3%. Ну то есть, грубо говоря, 2 оправдательных приговора на 1000, один из которых будет отменен потом в высших инстанциях. Как было, ну чуть-чуть изменилось это соотношение со временем нового уголовно-процессуального кодекса, ну не сильно, прямо скажем. Поэтому получение того, что адвокат добился, а судья вынес оправдательный приговор, это, ну, знаменательное явление, тем более в деле, там, где обвиняемым является человек, который не обладает какими-то возможностями, ну, скажем, оказывать влияние на ход и на результат уголовного процесса. Ну, почему я так говорю? Потому что в делах против каких-то чиновников, против сотрудников высокопоставленных правоохранительных органов такие возможности, естественно, есть. Поэтому я не хочу забирать у своего коллеги возможность красиво рассказать о своем деле и передам слово Александру. Да, спасибо. Александр Бушков, пожалуйста. Здравствуйте. Радует, конечно, что все-таки происходят определенные изменения в нашей системе судебной и правоохранительной, но, скажем так, это идет слишком мелкими шагами. Буквально в прошлом году на такой же конференции освещался приговор Фрунзенского районного суда, где частично было признано нарушение норм процессуального права работниками милиции и фактически была признана фальсификация контрольной закупки, которой на самом деле не было. И судом был исключен один из эпизодов. И хотя я указывал на то, что если работники правоохранительных органов допускают в одном случае нарушения процессуальные, то в другом случае опять же допускаются процессуальные нарушения и уже доверия к этим людям нет. Но, к сожалению, зачастую у нас система правоохранительная работает по старинке. Как у нас было раньше. Оперативные сотрудники задерживают человека, формируют первоначальный материал, следователь облекает это в какую-то процессуальную форму. Потом прокурор подписывал обвинительное заключение, дело шло в суд и из суда оно должно было выйти хоть с каким-нибудь, но обвинительным приговором. И, к сожалению, у нас процент оправдательных именно приговоров практически не растет со старых времен. Хотя, я думаю, коллеги подтвердят, европейские суды, там немножко другая тенденция. Там до 20-30% практически оправдательных бывает приговоров именно по процессуальным нарушениям. Но, я думаю, все видели европейские, американские фильмы, когда предоставляют обвинения доказательства и защита апеллирует к тому, что эти доказательства собраны незаконным путем и, следовательно, они не могут быть доказательствами. Но, зачастую, наши суды закрывают глаза на это. Что касается конкретного дела, о котором упомянул Геннадий Владимирович, здесь я вступил в дело на стадии апелляционного обжалования. Рассматривался приговор судом и было вынесено по трём эпизодам. Это часть 2 ст. 309, часть 3 ст. 185 и часть 2 ст. 307 это хранение наркотиков, кража и сбыт наркотиков. Сбыт наркотиков, это, в общем-то, из этого самое тяжёлое. И мой подзащитный в первых эпизодах признал, что действительно он употреблял наркотики, на этой почве была кража, было ему назначено за это в совокупности 3 года и самое тяжкое, то есть сбыт наркотиков. Ему было назначено 7 лет и общий приговор был 7 лет. В результате апелляционного обжалования приговор в части признанной был оставлен в силе и было назначено ему наказание 3 года. А по сбыту наркотиков дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд, в другом составе. И было указано, что необходим из-за именно процессуальных нарушений. И было указано, что проверить все доводы доводы моего подзащитного. При первом рассмотрении, в общем-то, не были рассмотрены доводы моего подзащитного. И Европейский суд во многих очень своих решениях указывал на то, что даже совершённое преступление не может быть, за совершённое преступление не может быть человек осуждён, если это преступление было совершено в результате провокации со стороны работников милиции. Схема очень простая. И она старая и простая. Это работали и оперативные сотрудники раньше, сейчас ещё включается следователь. То есть находится лицо, которое задержано, допустим, с небольшим количеством наркотических средств. И ему предлагается, что, в общем-то, является преступлением средней тяжести. И ему предлагается совершить контрольную закупку у кого-либо, якобы контрольную закупку, и начать уголовное преследование в отношении лица за более тяжкое преступление. И действительно, такие люди соглашаются быть закупными и, как правило, подходят к своим знакомым и дают им деньги под различными предлогами. И в результате человека обвиняют в том, что находят у него деньги мечены. И начинается в отношении человека уголовное преследование. Я очень рад, что в данном случае всё-таки я увидел то, что мало мы видим в судах. Это состязательность процесса в данном случае. То есть суд в данном случае был арбитром. Обвинение предоставляло свои доказательства. Я заявлял ходатайство об истребовании тоже определённых доказательств. И в результате, в общем-то, было установлено судом, что, да, действительно, понятые, которые якобы принимали участие в фиксации контрольной закупки, вообще не находились в райотделе. Что они не видели самой контрольной закупки, как во втором случае. Понятые давали очень разные показания. Один из понятых вообще сказал, что мой подзащитный, ему как раз и вручались меченые деньги для того, чтобы он шёл совершать контрольную закупку, что, в общем-то, абсурд. И, в общем-то, доказательства были собраны. Но, тем не менее, хочется подчеркнуть, что все-таки присутствует явный обвинительный уклон у обвинения. Мало того, что прокуроры, вынося постановление о проведении контрольной закупки, сами не придерживаются закона, в частности, того, что все-таки они должны доказывать, что нет провокации. Они ограничиваются, как правило, банальными фразами о том, что отсутствует провокация. А в чём это выражается? И не фиксируется именно отсутствие этой провокации. Кроме того, уже на стадии судебного рассмотрения нового был дан запрос о том, надлежащие ли средства использовались, как это положено по закону, надлежащие ли средства использовались при проведении закупки. Управление МВД даёт ответ, что было выдано намного позже средства для проведения контрольной закупки. При этом райотдел присылает ответ, который противоречит этому письму управления, Харьковского управления милиции. И пишет, что намного раньше, ещё до вынесения постановления прокурором о проведении контрольной закупки, деньги на контрольную закупку уже были получены. То есть это явно абсурдно. Кроме того, имела место фальсификация материалов дела, в частности, процессуальных протоколов проведения контрольной закупки. Я хотел бы отметить, что всё-таки радует, что есть судьи у нас, которые находят в себе смелость, таких, в общем-то, немного судей, которые находят всё-таки смелость выносить оправдательные приговора по явным случаям процессуальных нарушений. Александр, я предлагаю, наверное, передать слово Олегу, да, и мы потом к вопросам перейдём, потому что вопрос у аудитории точно есть. Олег, пожалуйста, вам слово. Да, я... Здравствуйте. Я хотел бы возразить словам своего коллеги, который сказал, что находятся судьи, которые имеют смелость. Судьи не должны иметь смелость, они не должны иметь во главу, куда ставить закон. Так вот, у нас судьи все, я вам скажу так, именно по решениям, которые они принимают по содержанию под стражей, можно определить, должен он дальше там работать или не должен. Я хотел бы разделить дело по санкциям на три категории. Первое. Беспредел судей, по которым закрывают людей, подбирают стражи людей, которые ранее не судимы, совершают даже неосторожные преступления. Раз. Второе. Беспредел судей, которые люди содержатся под стражей около двух лет, больше года. У меня в основном такая категория, потому что там, где я попадаю в дело, как-то почему-то никто не приходит, ни милиция не приходит. И третья категория, я хотел бы тоже на беспредел апелляции. Беспредел апелляции в чем выражается? Человек ни разу не судим, он имеет место работы. И однако они берут, почему-то оставляют полностью домашний арест. То есть человек лишен средств существования, он не зарабатывает, он не платит налоги. Первое. Второе. Решение судов первой инстанции по санкциям практика такова. Судьи, которые руководствуются Конституцией, законами, сразу же в буквально первом же заседании решают, что делать с человеком. Ну и освобождают очень часто по следующим основаниям. Прокурор просто не подает ходатайство о том, чтобы изменить меру пресечения или оставить прежний. И одной из этих причин они тоже освобождают человека. Хотя вот дикий такой случай коллеги судей в Ленинском суде, судья после того, как один из судей, после того, как прокурор закончил свою речь, сказала ему, а как же санкция? И потом в своем решении сказала, ну он же просил же, чтобы расставить ходатайство. Судьи вместе с прокурорами, исследователями наносят, я хотел бы обратить существенное внимание, наносят экономический ущерб государству. Если человек не совершил насильственного преступления, в данном случае мы берем по наркотикам, и в отношении него совершены две закупки, то почему его там держать? Я вам скажу так, ну я не буду афишировать с кем, как там, но просто случай бывает, что отказываются под защитой от меня, взамен тому, что он обещает, давай мы тебе изменим статью, все, ну то есть фальсифицировано полностью дело. И дела по наркотикам, я хотел бы добавить, полностью фальсифицированы в тех случаях, когда идут две оперативные закупки. То есть пошла первая оперативная закупка, да, человек совершил преступление, почему вы его не задерживаете? А что касается вот дел, о которых вы говорили, что вот есть четыре дела, которые недавно были доведены, но давайте об этом поговорим. Просто немного отклонились, скажем так, от курса. Это интересно. Хорошо, вот у меня появился подстражный, который, ну, апелляция отменяет решение суда первой инстанции из-за того, что меня судья не допустила в качестве адвоката. Оно отменило. Человек около двух лет уже. Судья, которому попадает в Москву в суде, берет и делает себе самоотвод после того, как я вступаю в дело. И при этом человек содержится под санкцией. Второй судья, ну, не изменяя этому меру пресечения, ничем это не мотивирует. То есть человек находится уже около двух лет в тюрьме, в свидетели не приходят. Второе дело, то же самое. В суде первой инстанции и апелляции было установлено, что для оперативной закупки не давались деньги. То есть по-любому дело будет вынесен оправдательный переговор, судья не подпишет себе переговор, что нету основного доказательства. И все равно судья раз за разом оставляет ему меру пресечения содержания под стражей. Не мотивирует человек, долгое время находится под стражей. Также другие дела, у которых не было апелляции, то есть содержатся люди уже как бы больше года. Ну, я к тому, что... А дела, где должны были быть вынесены оправдательные переговоры, где вынесены, да? Вы говорили о том, что четыре дела за последнее время в национальных судах было. Расскажите, пожалуйста, о своих делах, да. Мы же, собственно, прежде всего собрались по поводу того, чтобы вы рассказали об этом. Ну, оправдательные переговоры, это тогда, когда решена апелляция. Пока вот зашел я в дело одно, то есть сразу же с первого судебного заседания, после того, как я указал в суде на недостатки, он сразу же человека освободил из-под стражи и сразу же удовлетворил ходатайство о вызове всех свидетелей. Другие же судьи вообще не удовлетворяют никаких ходатайств, ни о вызове свидетелей, ни о чем. Особенно, когда идет речь, когда после опроса у первополномоченного у них есть очень слабое звено. Они же говорят, что на основании оперативных данных мы получили доказательства. Когда говоришь, давайте же и спросим эти данные вообще, ну, там есть определенная процедура, то суды в этом отказывают и продолжают держать людей под стражи. Так, давайте перейдем к вопросам, я думаю, пожалуйста. Харьковский инфоцентр Меженина, Виктория. Скажите, пожалуйста, вот я не совсем поняла, какой смысл сажать людей, если они невиновны? Ну, вот вы как бы дали небольшой ответ на то, что экономический ущерб наносится государству. Ну, вот мне, честно говоря, не совсем понятно, почему такая статистика. И зачем сажают? Это что, какой-то показатель работает? Непонятно, зачем сажать людей? По наркотикам, по делам и наркотикам надо смотреть вглубь. Потому что по наркотикам обычно, вот у меня, которые клиенты, у них одна и та же стандартная ситуация. Мама, папа больные, сам он уже реально потребляет наркотики, он как бы не может дать себе, ну, защитить себя. То есть его сажают, и у него идет конфискация. Мы с вами все нормальные люди. То есть мы никогда не будем покупать квартиру, в которой живут другие люди. Но милиция или те, кто заказывал это дело, они обычно на этом специализируются. Они знают, кто. Потом они покупают эту часть квартиры, приезжают, создают невыносимые условия, переселяют, ну, то есть ради жилья там. И знаю, что знакомые тоже наркоманы рассказывали мне, что у них были какие-то проблемы, но после того, как они переписали все свое имущество, которое было у них набрато, то есть у них перестали, ими перестали все интересоваться. И смысл в том, что системам нужен план, какой-то план. И план это основной, это деньги. Да, пожалуйста, конечно. Дело в том, что этот давний разговор, и по этому поводу очень много говорили правозащитники, по поводу того, что действительно у нас со старых времен остался план. План по раскрытию преступлений. Хотя большие начальники в органах милиции, теперь уже полиции, говорят о том, что нет никакого плана. Но тем не менее, есть отчеты, есть статистика, которая не должна падать ниже определенного уровня, то есть раньше нагнали этот уровень для того, чтобы получать премии, звания и так далее. И сейчас просто вынуждены поддерживать, потому что сверху спрашивают, а почему у вас вот по этой категории преступлений, допустим, по тем же сбыту наркотиков, по задержаниям с наркотиками, почему у вас упали показатели. И работники милиции, те же оперативные сотрудники, следователи, они сейчас успешно изобретают. Скажите, пожалуйста, а вот закон о национальной полиции, он предусматривает изменение вот этих планов, вообще вот реформы, которые сейчас проходят, они предусматривают изменение отношения к уголовным делам? А и закон о милиции старое он тоже не предусматривал. Это у нас вот было плановое хозяйство и у нас вот плановое хозяйство. Что значит плановое хозяйство? Я вот на бытовом уровне не понимаю. Объясните, пожалуйста, как так? Кем установлено? Я сейчас считаю, что вот это все дела, которые связаны с санкциями, с незаконными решениями, с судьями, я считаю это сопротивление всей старой системы. Что вы нам говорите по закону, а давайте нам деньги. То есть человек ни разу не судим, совершил преступление, через которое ходил пять месяцев свободное, а потом его берут и судья видит, что его незаконно задержали, потому что не имеют права задерживать, если не во время или после совершения преступления. И судья берет, удовлетворяет поддания прокурора и следователя. А это что оказывают на обывателей? Что туда же деньги не занесли, поэтому посадили. То есть это полностью иннорирование, полностью всех наших веяний, полностью законной конституции, что давайте нам по-прежнему оставить, пускай будет коррупция, пускай будет денег, пускай зайдет адвокат, вот нормально, дадут мне деньги, будешь освобожден под стражей? Нет. Нет, будешь сидеть. И то есть я считаю, по тем людям, которые ранее не были ни разу не судимы, не задержаны во время совершения преступления, их сажают. Даже более такое, вопиющие случаи. Вы можете рассказать о статистике, касаемой уголовных дел? Каких больше, каких меньше? Допустим, там, относительно наркотиков столько-то. Ну, не обязательно точные цифры. Вообще, что с этим происходит? Спасибо. Ну, я могу сказать. Она, статистика, я думаю, примерно одинаковая и в разных странах, в странах СНГ. Наибольшее количество, это так называемые преступления против собственности, ну, думаю, где-то около 40%. Преступления по наркотикам у нас составляют где-то на уровне 20%, думаю. 20%. Да, преступления против жизни и здоровья, ну, тоже где-то 10, не знаю, 15, ну, в которые входят же, вы поймите, и легкие телесные, и убийства, то есть это огромная категория. Ну, и это уже, вот мы наберем уже там где-то 80%, ну, и остальные преступления как-то распределяются, в том числе там преступления против, ну, должностные преступления и так далее. То есть преступления по наркотикам, они составляют вторую у нас в стране категорию. Почему про них всё время говорят? Это мы начинали с того, что здесь максимальные нарушения могут быть, потому что люди, которые привлекаются к ответственности, как это официально говорит, а попросту говоря, их преследуют, потребители наркотиков, которые, ну, во всех странах считаются больными людьми, и речь идёт о преследовании потребителей. И более того, ну, вот как коллеги говорили, о том, что делается план на этих людях. И если мы говорим о сбыте, которое, ну, составляет, наверное, меньше или половину от этой категории преступлений по наркотикам, то мне неизвестен ни один случай, когда там бы не было провокации или прямая фальсификация доказательств. Ну, коллеги подтвердят, это так. Может, они и бывают, но никто их не видел. Именно поэтому украинские суды начинают всё больше и больше признавать провокацию. И в деле вот Бышкова как раз это было. Суд прямо признал провокацию, сослался на 4 или 5 решений Европейского суда и даже написал, что сторона обвинения не дала возможности ознакомиться с оперативным делом, ну, то есть с причинами основания проведения оперативной закупки. И, значит, они не доказали, что не было провокации. А по позиции Европейского суда, если есть жалоба, заявление о провокации, ну, со стороны обвиняемого, то суд обязан проверить, и это обязанность обвинения, ну, это называется по-умному, время доказывания, что не было провокации. Вот судья стал на такой высокий уровень обоснованности судебного решения, что он даже это написал. И даже более того, ну, в деле Бышкова, я не помню, было у нас в стране такое или нет, суд написал, что не было необходимости этому покупателю, так называемому, анкетные данные, которые были засекречены, и он допрашивался из другого помещения, ну, то есть с явным ограничением для возможности защиты его допросить. То есть судья написал, что у стороны обвинения не было оснований его засекречивать, потому что они друг друга знали много лет, а значит и не было оснований ограничивать сторону защиты в плане состязательности сторон. И сделали не только для того, чтобы скрыть свою фальсификацию и провокацию. То есть это серьёзный шаг, поэтому, ну, ты сказал адвокат, что судья поступил очень принципиально. Да, и вот что касается вот истоков преступлений вот этих, ну, правильно, система, как и любая система по закону Паркинсона, она старается взять большую власть. То есть, по сути, вот в такой категории преступлений, как наркотики, этим самым создавая вот эту статистику искусственно, с одной стороны, преследуя наркозависимых, которые на самом деле больные, и их не нужно за их дозу, которую они, ну, сами себя убивают каждый день, преследовать за это. А с другой стороны, создавая вот эти искусственные сбыты, когда один наркозависимый передаёт другому по просьбе, опять же, оперативных сотрудников под каким-то влиянием. Ну, вы понимаете, речь не идёт о наркотах. Геннадий, а о каких наркотиках речь идёт? Вот 20%? Да, обычная гонопля, опец. Это речь же не идёт о колумбийской мафии, там, где какие-то там корабли прибывают. Вы понимаете, если... За 7 лет работы адвокатом в серии наркотиков только в этом году было, в прошлом году было задержано 20 килограмм героина. Всё остальное, шприц, два шприца, стандартная. Речь идёт о том, что по всей стране, вот сейчас убрали показатели МВД, а они, ну, ещё в том году, до этого были. Я специально брал статистику, делил количество изъятых веществ на количество преступлений, а их было где-то 40-50 тысяч на Украину. И получались вот те граммы, ну, там, несколько грамм, или, наверное, 15 грамм, ну, 10. Вы понимаете, о чём идёт речь. То есть это... И ведь все показатели нужны для того, чтобы оправдать количество этих оперативных сотрудников милиции, которые якобы борются с этой преступностью. А на самом деле всем известно о десятках дел по Украине, которые совершались именно сотрудниками милиции, теперь уже... И там уже другие, как раз, количество этих... Я хотел бы давать, что это покрывается всё работниками прокуратуры. Показателем является одно моё дело. То есть вначале сотрудники милиции берут гражданина и привозят его в милицию, но, однако, не выбивая своего признания, что он продал наркотики, его отпускают. После этого пишется заявление милиции, когда он встречается со мной. То есть в прокуратуре это ничего здесь нету. Далее, во время рассмотрения дела в суде, они сфабриковали второй раз дело, им удалось сфабриковать. Во время рассмотрения дела один из свидетелей, который вызвали в суд, он говорит, а я ничего не подписывал, фальсифицированно. До настоящего времени прокуратурой по этому факту не возбуждено уголовное дело и не проводится проверка. Даже более того, он является пациентом заместительной терапии. Милиционеры подстерегают его около московского, прямо под видеокамерами московского РОВД, бьют его по НОЕ и объясняют ему, кто его адвокат, что такой и что он должен в понедельник, и вот это было в субботу, что он должен рассказать на суде, что он должен признать полностью свою вину. Подаем тоже заявление преступления. То есть до настоящего времени, первое, когда он сдавал заявление преступления, ему первое в нашей областной прокуратуре, которая руководит наш доблестный прокурор, который организует эту работу всю, ему не дали а талончик о том, что он получил уведомление о том, что от него приняли заявление преступления, а также не дали памятку потерпевшего. Слава нашей милиции, которая хоть это мы можем получить. То есть у нас милиция работает лучше, чем прокуратура. До настоящего времени неизвестно, что это и как это. То есть получается, сфальсифицировано, свидетель говорит, что сфальсифицировано, прокуратура до настоящего времени ничего не принимает, никаких действий. Понятно, спасибо. Давайте вопросы еще. Скажите, пожалуйста, есть какие-то дела, связанные с участниками АТО? И какие еще вообще такие вот направления, которые наиболее принципиальные? Конечно, конечно, есть. Как я сказал, львиная доля вообще обращений в Европейский суд связана именно с АТО. Ну, если мы говорим об участниках АТО, то есть военнослужащих или служащих национальной гвардии или добровольческих каких-то соединений, подразделений, которые попали в плен, который не называется пленом, да, официально, и которых освобождали, часть из них освобождали, кто-то не вернулся, кто-то еще до сих пор в плену. Это же относится и к мирному населению, например, дело Маши Варфоломеевой, которая уже много раз проходила, которая до сих пор находится в плену, это тоже дело нашей организации. Потом значительная категория дел, связанная с уголовным преследованием участникам АТО уже нашей прокуратуры, то есть государством Украины. Ну, например, мы помним, как был случай, когда вытеснили наших бойцов, и они переходили на территорию Российской Федерации, и когда принимал руководитель этого подразделения, руководитель, командир подразделения, решения вывести бойцов, чтобы их тут не истребили попросту говоря, остальные погибли, там другие, а этих он фактически спас. Ну, начинает действовать формальное обвинение, ну, это специальные воинские преступления, покидая, оставление места, места дислокации, еще и в боевой обстановке, и в период боевого времени, и там серьезные статьи, ну, и другие воинские преступления, то есть получается, что к уголовному преследованию подвергаются люди, которые на самом деле, ну, с точки зрения вот такой гибридной войны, они совершили действия, которые спасли людей, а те руководители, уже командиры высшего звена, которые не обеспечили там ни тыловой подготовки, ни в общем, бросили попросту говоря, их даже никто не привлекает, и поэтому, естественно, может быть, во времена там, не знаю, великой какой-то войны, это было бы предательством, что-то было бы связано с невыполнением боевой задачи, то вот в этом контексте как раз люди оказываются, ну, козлами отпущения, можно сказать, и мы тоже стараемся защитить таких людей. Есть дела, которые связаны с препятствиями в получении статуса соучастника боевых действий и в судебном порядке мы тоже помогаем таким людям. Особая категория дел это связанная с тем, что было разрушено, были разрушены жилища людей, это как на территории, может быть, сейчас не подконтрольной Украине, так и на территориях каких-то прилегающих к линии разграничения, и опять же, государство не обеспечивает новое жилье и, ну, скажем, просто масштабы большие, а если бы это было в, назовем это, мирное время условным, хотя у нас и сейчас считается мирное время, при том, что несколько мобилизаций проходило, да, то государство бы обеспечило каким-то образом, если бы там взорвался газ, или, я не знаю, какое-то было бы стихийное бедствие, то здесь это сотни людей, а может быть и тысячи, этой же статистики никто не ведет, которые остались без жилья, и которым никто его не дает, и за это приходится судиться, на самом деле, в местных судах, я еще не знаю, случая, чтобы кто-то выиграл, и приходится вот с такими, особенно с теми помещениями, домами, зданиями, которые находятся или в узле линии разграничения, или особенно на территории неподконтрольной сейчас Украине, то там нет средств национальных правовой защиты и, грубо говоря, после обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, сразу обращаются в европейский суд. Ну, да, еще есть такая интересная, ну, интересная, новая просто тема, это то, что те, которые попадали в плен, ну, назовем это пленом, хотя, вроде как, нет войны, то их еще и заставляли принудительно работать. И некоторые содержались по несколько месяцев, и работы были даже такого типа, если это можно назвать вообще работой, они хоронили разложившиеся трупы своих товарищей, погибших, и это, безусловно, является чудовищным нарушением прав человека, и, ну, как бы, специальный вид нарушения Европейской Конвенции, статьи четвертой, это принудительный труд, рабский труд, вопросы только в терминологии. Таких дел, естественно, не было раньше, и они появились вот в связи с тем, что, ну, были захвачены в плен люди. Ну, может, я какие-то упустил категории, но самые такие, ну, еще большой, большое количество тем, связанных уже не с участниками, а то, а с временно перемещенными лицами, ну, это несколько другое, это огромная категория людей. Еще дела есть, связанные тоже, как бы, ну, с фактом участия в боевых действиях. Есть люди, которые погибли, ну, и родные, которых тоже не могут, не могут получить компенсацию, скажем, за это, и там тоже приходится судиться. Спасибо. У меня к Александру Николаевичу Бушкову вопрос. Вот, оправдательный приговор, сторону обвинения этот оправдательный приговор устроит, то есть на этом все зависит или будет еще какое-то продолжение? я думаю, что сторону обвинения вряд ли устроит данный приговор, потому что в данном случае получается, что работники правоохранительных органов не справились со своей работой, мягко говоря, очень мягко говоря, и кто-то должен за это отвечать. А так как у нас все-таки существует еще круговая порука, то я думаю, что сторона обвинения будет все-таки защищать и сотрудников милиции, и в том числе и себя, так как они должны были осуществлять процессуальное руководство и контроль за действиями и того же следователя, и оперативных сотрудников, которые проводили все эти действия. И кроме того, я, конечно, был шокирован, то есть буквально два слова согласно уголовного процесса увеличить наказание после вынесения перед этим приговора можно только в том случае, если апелляцией отменен приговор за мягкостью. В данном случае приговор был отменен 7 лет был отменен по процессуальным нарушениям. Но, тем не менее, прокурор, не знаю почему, попросил в судебном заседании 9 лет и 6 месяцев. То есть за 3-4 миллиграмма наркотика. буквально за дозу. Это в общем-то абсурд. И я думаю, что прокуратура будет подавать апелляцию. Я думаю, что это будет, что будем бороться все-таки за приговор в апелляции. Хотел бы я отметить еще все-таки нас, нашей правоохранительной системе. Даже если хорошо, то не бывает совсем хорошо, так как мой подзащитный согласно приговору освобожден из зала суда, но он все равно находится под стражей. Хотя приговор этот оправдательный еще не вступил в законную силу, вероятно будет апелляция прокурора, как мой подзащитный будет знакомиться с ней, я не знаю, потому что буквально сегодня я хотел с ним обсудить вопросы как раз по пресс-конференции и я узнал, что его сейчас направляют в места лишения свобода вот по тому приговору, который был признан, хотя там три года ему было назначено, учитывая новый закон о пересчете нахождение в СИЗО день за два, получается, что он уже отбыл три года и четыре месяца, но почему-то видеть это СИЗО не хочет и бить во все колокола, та же прокуратура, то есть вот он пусть и занимается, он занимался, то есть мама его подала заявление в суд по месту вынесения приговора о том, что надо пересчитать, вышел закон и он уже пересиживает больше срока, в течение 14 дней должны были рассмотреть это заявление, но судья рассматривала месяц, причем это судья, которая выносила первоначальный приговор, и в результате 27 числа был вынесен приговор, и в общем-то он должен был уже уйти домой, но тем не менее 28 числа судья выносит по заявлению мамы определение о том, что нет, мы не будем рассматривать, будет рассматривать по месту по месту его отбывания, вот он находился в СИЗО, чтобы это было быстрее, он через меня передал заявление уже в суд по месту, на данный момент еще не рассмотрено, но тем не менее его уже отправляют в места лишения свободы, то есть он поедет теперь в места лишения свободы, там он опять должен подавать заявление, и получается замкнутый круг, то есть у нас получается, что одни равны, а другие немножко ровнее, такие как Зварович, который уже по этому закону давно освободился, очень быстро, а вот парень из простого районного городка, у которого родители не простые работяги, в общем-то, он должен сидеть больше того срока, который положит. Понятно, спасибо, Александр, спасибо вам всем. Я хотел бы еще добавить, хотел бы добавить еще, что это оправдательный приговор, у нас просто такое законодательство, немножко, я бы сказал, в тонкости разъяснил бы, что у нас есть оправдательный приговор или обвинительный приговор, да, есть еще понятие такое, как апелляция имеет право отправлять на новое рассмотрение только в определенных случаях, так вот, апелляция у нас направляет дело на новое рассмотрение в тех случаях, которых она вообще не могла направлять, вот классический пример, что он говорил, что меня отказался судья, чтобы я защищал, то есть суд, видя, что нарушены все права на защиту, у нас есть Конституция, который превыше всего, обязан был, что никуда не имеет права направиться, с одной стороны, обратно. А с другой стороны, у нас есть УПК, который противоречит нормы сырые. То есть о оправдательных решениях суда у нас на самом деле очень много, но апелляции еще не созрели для того, чтобы... Это, я вам скажу так, их на самом деле больше, только они скрываются. Апелляция не выносит эти решения, потому что в связи с тем, что законодательство не позволяет им... Ну, обвинительный переговор у нас... Ну, я не буду в тонкости вдаваться. Просто скажу, что апелляция направляет дело на новое рассмотрение в случаях, когда она не имеет права направлять. По существу это и есть... Ну, вот она скрывает это, продательный выигр. Но, с другой стороны, хорошо, пускай у нас хоть такая апелляция есть. Мы даже и я в своих случаях, хотя можно там писать жалобу касацию, изменять переговоры, просто не пишу, пускай она будет хоть такой. Хоть хорошо, хоть она за... Спасибо, что она такая. Спасибо большое. А, повертаючись до учасників АТО и переселенцев, ваша правозахисная группа бере участь в этих справах? Чи только Европейский суд вы решили? Ну, звичайно. Я же сказал, все зависит от категории. Ну, потому что до Европейского суду мы чого звертаемся? Ну, треба ж вичерпати национальные средства правозахистов, которые есть эффективными. Вот попали військовослужбовцы в Палон, або там национальная гвардия. Ну, туда их... Да, там... Особливо Иловайск, Дебальцево. Два таких випадка, коли там были сотни таких, а, может, и больше. И мы звертаемся до органов влади, до службы безопасности, до Министерства внутренних справ, с заявкой про чиненный злочин. Будь ласка, извольните их, расследуйте злочин. Но это же не возможно. Тобто нам пишут, все, территория неподконтрольная, и мы звертаемся после этого до Европейского суду, если в такой категории справ. Не цікаво, сколько таких справ, и... Справ, повязанных... Они только в этом процессе? Что? Справ, повязанных с АТО, ну, 85-88, ну, подали в этом году, я маю на увазі до Европейского суду, ну, в том году, я маю на увазі на 2015. То есть... То есть внутри Украины это вопрос не решено? Ну, оно не решено, потому что его никто не решает, не может решать. То есть, если бы решили вопрос за то, ну, то есть, выиграли АТО, да? Ну, и тогда все другие вопросы. А так они не решаются автоматично, что... Ну, не могут же покарать людей, которые находятся на неподконтрольных нам территориях, ну, навіть не то, чтобы покарать, а их притягти до відповідальности, якими же нам почати расследование. А є категории справ, ну, за якими можливо допомогти, я же скажу, это, ну, классический приклад установления статуса учасника БОЛДИ, и это может быть национальный суд. Ви скажите, приклад темы, ну, я кое-нибудь, и я вам скажу, что вы решили, это нам... Я же сказал, по переселенцам, ну, насправді, там питание больше консультативного характера, и наш центр не занимается этими вопросами, у нас есть еще громадская приемальня, и, если справа достигает того уровня, что уже консультацию, там, скарги, звичайно, неможливо решить, то наши юристы допомагают, складывают позывные заявки, або ходят и такими справами занимаются. Ну, потому что переселенцам много вопросов социального характера. А что до учасников АТО, я же сказал, что очень большая категория справ, когда наших военнослужбовцев притягают, ну, под разными... А відповидают на самом... Ну, насправді-то мають відповідати не вони, але не лише вони, а ті начальники, які не забезпечили нічого. Ну, буквально вчора приходил військовослужбовец, він і зараз військовослужбовец, який, якого... Який ніколи не служив в армію, в нього було, ну, знаєте, в інститутах раніше були військові кафедри, вони і сейчас є. Тобто, його призвали там якась шоста волна хвиля мобілізації, він прийшов і на другий день його направили там в частину, і не за його фахом. Ну, він і так в фаху цього нема, розумієте? І йому там дали якійсь там зводом командувати. І він, ну, на другий же день там не під час навіть бойових дій, якихось там рутинних перевірок, демобілізації, відбулося порушення правил поводження зі зброєю. Ну, коротше говоря, відбувся постріл, коли там перевіряли зброю, і з якою причинили поранення. І от питання. Порушив, ну, знаєте, як скажуть, а ну, в космос зараз ви будете летіти. Все, це наказ. Замірте, його ніхто не підготував, його не документально ніяк. І, ну, і насправді, насправді командири, навіть, ну, навіть ніхто і не думає про те, що людина, яка, ну, мирна людина, розумієте, яка там інженер якогось фаху, а йому дали зброю, ну, якщо б зброю, то одне, його мали б, ну, потренувати, так? А командувати його взагалі він таким не займався. І от питання, чи злочинь. І таких справ дуже багато. Також я хотів би звернути вашу увагу на один момент цікавий. Скільки вже років держава України сплачує за громадянам, за бездіяльність своїх прокурорів, слідчих та суддів, грошові коштів. А тепер наведіть мені приклад, де було хоча б раз, щоб із цих прокурорів потім було проведено перевірку. Приклад, я скажу, свіжий приклад. Впровадження Харківської обласної прокуратури, після того, як було винесено рішення Європейського суду по правам людини, знову проводиться провадження. І там з держави України стягнуто більше, ніж 1500 євро. Однак до наступного часу, хоча з рішення вже пройшло 4 місяці, чи щолібо в прокуратурі Харківської області, до наступного часу не проведено перевірку, хто з прокурорів винен цьому, що державі України з причин вирок. І ці прокурори одержують надбавку за тишу, за вислугу своїх років. Ні міліціянта, за те, який розглядав цю, немає. Ось велика проблема в чому. Понятно. Спасибо, спасибо большое, що поділились інформацією. Коротка інформація. Якщо хочете, якщо хтось не отримує до сих пор розсилку від нас, там на столі є форма, пожалуйста, заповняйте, і ми будемо писати о наших прес-конференціях і других мероприятиях інформацію. Спасибо.